Многие авторы на Яндекс.Дзен очень хотят попасть в Нирвану. Мёдом им что ли там намазано, особенно начинающие. Почему-то им представляется, что если ты подаёшь заявку в Нирвану, тебе её одобряют, то на тебя сразу падают огромные просто бастословные деньги, и ты начинаешь зарабатывать, кататься на дорогих машинах, тратить направо-налево. Но это, во-первых, не совсем так, а во-вторых, можно не только заработать, но и многое потерять. Почему я не вступаю и не подаю заявку на Нирвану, об этом я сегодня расскажу. Ну и о подводных камнях Нирваны тоже немножко. Итак, Эд Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится», ну и мы начинаем. Почему я за несколько лет ведения каналов никогда не подавал заявку в Нирвану? Всё довольно просто. Когда я завёл свой первый канал, потом ещё парочку каналов, я где-то в комментариях прочитал, что подавали люди заявку в Нирвану. Кстати, Нирвана тогда только появлялась. Подавали эту заявку, их каналы проверяли, заявку не одобряли, но после этого падали показы, каналы блокировали. Я сейчас, конечно, этот комментарий не найду, уже несколько лет ему, но суть в том, что меня вот это сообщение немножко напугало, и я решил не рисковать тогда. На самом деле, сейчас я понимаю, что всё это миф. Ну то есть, если вы подаёте заявку в Нирвану, у вас нормальный канал, то ничего вам не будет. Ну то есть, даже если вам заявку в Нирвану не одобрят, скажут «вы не подходите», то канал вам не заблокируют. Это касается только нормальных каналов, у которых нет никаких нарушений. Если у вас есть нарушения, то может случиться всякое. То есть, в чём суть? Многие по этой причине опасаются писать в поддержку. То есть, я сейчас напишу в поддержку, увидят, что у меня канал какой-то не такой и заблокируют. И по этой же причине боятся подавать заявку в Нирвану. Так вот, когда пишут в техподдержку, то техподдержка не особо интересуется вашим каналом. Им, по-моему, вообще наплевать. Они даже статью, про которую вы пишете, её сами не читают. Ну иначе не было бы таких ответов, что мы видим только общий результат проверки и всё такое. Ну, естественно, глазами они пробегают, там смотрят. И если со статьей что-то не так, они вам такой шаблонный ответ посылают. Весь канал никогда они не будут смотреть. Ну, если, конечно, у вас нет прям откровенно грубых нарушений, там заголовки прям кликбейтные в самом начале где-то стоят, тогда и поддержку прочитают и вас отправят в бан. Вот. А когда вы отправляете канал в заявку в Нирвану, то тут уже как бы более подробно смотрят ваш канал. Причём не только один канал. Что меня ещё немножко пугает, что когда подаёшь заявку в Нирвану, скорее всего смотрят и остальные каналы автора. Уж поверьте, они знают, какие у вас ещё есть каналы. Скорее всего, вы привязаны к одному телефону или к одному профилю, все каналы привязаны. Поэтому не составит труда посмотреть, какие у вас ещё есть каналы. Там уже смотрят на каналы более подробно. И старые ваши статьи поднимают, и смотрят, что вообще в статьях есть. И если не одобрили даже заявку, то по идее должны просто сказать «не одобрили» и «не одобрили», продолжайте писать лучше. Но если есть нарушения, то может произойти вот такая вот картина. Ну, как пример, я вам сейчас вот зачитаю сообщение, которое я совсем недавно в комментариях прочитал у себя на Ютубе. Вот оно. «Я создал канал с фитнес-тематикой. Стал постить 4 статьи в день. За 9 дней вышел на монету. Через 12 дней мне одобрили монету. Со временем я выклал... Выклал? Нет такого слова, но не суть. Видео про котика, которое скачал в Ютубе. И оно стрельнуло. 1 миллион 200 тысяч просмотров. Но рекламы пока не было. Далее я стал выкладывать 2 видео с котиками, которые брал с Ютуба. И 2 видео на фитнес-тематику, которые брал с Инсты. Я когда выкладывал, совсем забыл про то, что нужно указывать ссылку, у кого я это позаимствовал. Канал набрал 2 миллиона аудитории и 3200 подписчиков. Я отправил заявку в Нирвану. Они проверили, теперь канал полностью рухнул. Удивительно, да? Они написали у меня всё под копирку и убрали мне рекламу. Деньги мне поступали 4 дня. Каждый день по 2 300-2 700 рублей. Я очень обрадовался, но радость долго не длилась. Теперь буду создавать новый или ждать ответа от них. Кто что знает, подскажите. Вот такой вот казус может произойти, если вы подаете заявку в Нирвану, а у вас на канале есть нарушение. Но тут как бы всё очевидно. Человек брал с Ютуба чужие видео. И за чужие видео, естественно, его заблокировали. Но есть ведь такие вот неочевидные вещи, когда у вас там чуть-чуть заголовок на грани, слегка кликбейтный. Или может быть там чужую картинку вы где-то взяли, а не сами сфотографировали. И вот такие вот нюансы. Может быть у вас есть старый канал, который что-то нарушил или который вообще им не понравится. Вы подаете заявку в Нирвану как бы и можете получить ограничение. И вот чтобы этого не было, нужно перед тем, как заявку в Нирвану подать, проверить хорошо каналы. Посмотреть, всё ли там нормально, всё ли в порядке. Это такой вот довольно большой объёмный труд, если честно. Ну, по крайней мере у меня там есть каналы, где 500 публикаций и больше 500 публикаций. Я это всё должен просмотреть, пролопатить и изучить. Вот. А ради чего? Собственно, главный-то вопрос. Ради чего? Собственно, у них написано, что это увеличенное количество показов и личный менеджер. Личный менеджер, ну, такое себе удовольствие. Потому что, ну, личный менеджер, о чём он может предупредить? О том, что у вас слегка кликбейтный заголовок, вас за него могут забанить. Давайте исправляйте. Ну, в принципе, я когда пишу такие заголовки, я сам понимаю, что вот так вот можно делать, а вот так нельзя. Ну, то есть, для меня тут ничего нового, наверное, не будет. Что касается показов, которые увеличены, тут уже интереснее. То есть, по некоторым сведениям, число показов для тех, кто в Нирване, оно примерно в два раза выше. То есть, в два раза это нормально. Но, скажем, если у вас канал набирает сейчас 16 дочитываний, то после вступления в Нирвану он будет набирать 24 дочитывания. Вот хорошо-то как. С одной стороны. С другой стороны, если у вас 100 тысяч дочитываний, то станет 200 тысяч дочитываний. И вот это уже нормально. Скажем, приходило вам там 2000 в день, а придёт 4. Хорошо же. Но, собственно, это все плюсы. CTR у вас от этого не увеличится, аудиторию вам лучше подбирать не будут. Ещё и канал ваш будет под пристальным наблюдением. И из Нирваны могут выкинуть в любой момент. Есть тут одни ребята, которые были в Нирване, их выгнали, они сейчас курсы продают. Про курсы в подсказках. Так что, если начинаете желтить, писать всякую фигню, вас выкинут из Нирваны. Оно того стоило? Ну, не знаю. Вот. Ну и как бы попасть в Нирвану-то тоже не очень просто. Канал должен быть уникальным, писать интересный, уникальный контент. Ну, это в требованиях примерно так у них написано. Вот. Ну, там ещё, помимо этого, есть другие требования. Там, скажем, канал, на него должно быть подписано более 500 человек. Три опубликованные статьи за месяц. Помимо этого, в содержании статьи, как я уже сказал, вообще у всех статей не должно быть кликбейта, ругани, плагиата и спама. Как вы помните, это понятие довольно-таки расплывчатые и размытые. Так что, вам могут отказать, блин, ну, буквально вот за любую фигню, которая вам не кажется фигней, а им кажется. И вот, и вы остались там, скажем, без Нирваны. Одному моему товарищу вообще отказали во вступлении в Нирвану, потому что у него хоть публикации уникальные были, с таким вот нормальным контентом, он везде ездит, фотографирует, всё делает, но ему отказали просто потому, что у него недостаточно глубоко проработанные статьи. Нужно глубже погружаться в тему. Это не дословная цитата, но примерно суть такая. Я имею в виду смысл вот этого вот этих сообщения. Хотя, блин, я на Яндекс.Дзене, в каналах, которые вступили уже в Нирвану, видел такую чепуху, такую, блин, фигню, что там о какой-то глубокой проработке и речи вообще не шло. Но почему-то вот одним одобряют вступление в Нирвану, другим не одобряют. Ну, вот не знаю, какая-то у них своя такая субъективная точка зрения, угол искажения, призма своя вот, которая там, не знаю, какая-то у них она вот такая вот. Ну, ладно, это их дело. Я принципы, которыми они руководствуются, не знаю. Я бы, конечно, и сам сейчас, может быть, заявку в Нирвану подал, но, как я говорил, у меня много каналов. Некоторые каналы я заводил уже просто так поэкспериментировать, я от них даже пароли не помню. То есть, мне кажется, у меня где-то даже больше 10 каналов на Яндекс.Дзен заведено. Некоторые, не помню, пароли, некоторые забанили. Если это сейчас все проверять будут смотреть, то, возможно, найдут там на некоторых из них какие-то нарушения. И заявку не одобрят, как бы, ну, скорее всего, ничего с теми каналами, которые у меня сейчас есть, с ними не произойдет. Но лучше, наверное, не рисковать. Вот, кстати, я просто здравым умом своим, хотя какой у меня здравый ум, господи, что я несу. Тем не менее, своим кое-каким умом, который у меня есть, я понимаю, что вступление в Нирвану не сделает меня моментально миллиардером. Вот, как бы, ну, те, кто вот сейчас массово подают заявки, почему-то так считают. Кстати, есть две крайности. Это первая крайность. Некоторые люди считают, что они станут сказочно богаты, показов нальют, как бы. Ну, да, 16 было, стало 26. Ага, станешь тут миллионером. Вот, а другие говорят, что, типа, вообще никаких плюшек от этого нет, от этой Нирваны, что вообще ничего не дает, только хуже делает. На самом деле, это тоже не так. Вот мне попадалась статья, по-моему, на канале Продзен, Игорь Продзен. Есть такой автор, тоже Игорь, кстати. Кстати, некоторые считают, что Игорь Продзен, это мой канал, мне иногда пишут и прям спрашивают, Продзен это ваш канал? Хочу сразу сказать, нет, не мой. Ну, так вот, у него канал в Нирване, видимо, и поэтому иногда мне пишут в комментариях, что Игорь, у тебя же канал в Нирване, видимо, нас часто путают. Тем не менее, у него канал в Нирване, и как-то вот ему пришло сообщение, которое от техподдержки, которое он выложил на своем канале на Дзене, вот хотелось бы с ним вас ознакомить. Ну, те, кто не видел и не знает. Здравствуйте. В 20 июня в течение нескольких часов публикации авторов Нирваны, размещаемой на Дзен-платформе вручную, не получали дополнительного приоритета для читателей, который гарантирует Нирвана. Это могло привести к снижению успеха некоторых публикаций вашего канала. Наши разработчики довольно оперативно решили эту проблему. Всегда бы так. Или это только для Нирваны? Но, несмотря на это, в качестве компенсации вам будет начислено 20 тысяч бонусных показов. Вы можете использовать их на продвижение любых публикаций из вашего канала. На самом деле, 20 тысяч бонусных публикаций – это так себе утешение. По моим личным наблюдениям, когда ставишь бонусные показы, запускаешь их на публикации, даже у которых очень высокие CTR, там, скажем, 12, 13, 15, 16, у которых CTR такой хороший. Когда запускаешь на эти публикации бонусные показы, то он стремится там, ну, пусть не к нулю, но 3, может быть, 6% CTR становится. То есть, в 2-3 раза он спокойно снижается. И 20 тысяч – это вообще ни о чем. У меня, кстати, на одном канале накопился миллион бонусных показов, и я их не трачу, потому что я заметил. Может быть, мне показалось, может быть, что-то не так, но когда я ставлю публикацию бонусные показы, запускаю, то почему-то органические показы очень сильно проседают. Может, это так совпало. Не знаю. Если у кого-то было так же, напишите в комментариях. Я после этого даже не решаюсь их запускать. Ну, дальше в этой публикации Игорь Парадзен в своей статье подсчитал, что увеличивается у нервонистов количество где-то от 30 до 50. Мне кажется, это не очень точная статистика, но будем считать, что где-то раза в 2, ну, пускай у них увеличивается. Там, дзенофоб пишет, что в 2-3 в некоторых статьях своих. И у нас получается, что из плюсов есть личный менеджер, увеличенное число показов, собственно, и вот иногда перед вами извинятся и скажут, что простите, ну, вот что-то у нас не срослось с алгоритмом, вот вам, там, не знаю, парочка десятков бонусных показов. Все, больше плюсов никаких нет. Из минусов. Повышенное внимание и контроль за вашим каналом. Невозможность ходить по грани. То есть, если вы начинаете ходить по грани, то, скорее всего, может вылететь из этой нирваны. Ходят слухи, что есть в нирване авторы, которые как до нирваны зарабатывали 20-30 рублей, так и после нирваны зарабатывают 20-30 рублей. Ну, может быть, 40 стали зарабатывать. Вот. Так что, ну, решайте, нужно оно вам или не нужно. Хотя, если бы я сейчас создал новые каналы, ну, то есть, возможно, новый один канал, все качественно, хорошо оформил, снимки были все бы уникальные, то я бы, наверное, подал заявку в нирвану. Ну, почему бы нет, попробовать какая-то поддержка от Яндекс.Дена. Но поскольку, как я уже сказал, каналов у меня много, где-то они там лежат, какие-то из них там вообще забанены, какие-то из них, я не помню даже, что там писал. На некоторых каналах, которые у меня сейчас, я активно веду 500 публикаций, их сейчас все перелопатить, пересмотреть для меня просто нереально. Как бы, ну, как бы не то, что нереально, но это время. И я не знаю, может быть, я сейчас говорю, что не буду подавать заявку в нирвану, а вот сейчас вот закончу этот видос, сяду, просмотрю все публикации и, возможно, а что бы нет, возьму сейчас и заявку в нирвану накатаю. Почему бы нет? Так что, если вы меня в Дзене больше не увидите, знайте, меня забанил подлый Дзен. Ну, надеюсь, до этого не дойдет, и мы с вами еще увидимся и спишемся. Кстати, если меня забанят, как я уже сказал, я все равно буду снимать видосы про Яндекс.Дзен, но, может, больше видосов о чем-то другом. Вот. И к чему это я вообще? Предпосылок же пока никаких не было. Ведь не было, да? А Дзен. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. На вопросы какие-то, если возникают, я в ВКонтакте обычно не отвечаю, я отвечаю в Инстаграме. ВКонтакте все-таки это личная моя социальная сеть, где я больше с друзьями со своими общаюсь. Ну, иногда делаю исключения. Вот. А в Инстаграме, в принципе, я практически всем всегда отвечаю. Так что до новых встреч. Пока.